Приветствую вас, и если говорить о девочке, то она, ну, понимаете, первым смыслом у меня было что-то вежливость, то есть вот просто банальная вежливость. Ну, вот, человек вежливо ответил вам на поздравления, то есть все, в принципе, достаточно нормально, вот, но поскольку она написала только спасибо и все, то эта вежливость не тянет, потому что, ну, из вежливости человек мог бы как-то и узнать, как у вас. дела, допустим, спросить, как, ну, допустим, что у вас происходит и так далее. Значит, либо у нее какие-то сейчас дела, что ей некогда, то есть она просто ответила, спасибо быстренько и все. Может быть, хотела написать еще что-то, но вот по времени не получилось, да, либо она как-то негативно к вам настроена. То есть у нее есть что-то негативное к вам, что вот и проявилось в таком вот сухом ответе, а может быть, что-то расстроило ее на дне рождения. Такое тоже может быть. Соответственно, если вы в своем общении с ней редко, вот, ну, в редком общении с ней встречаете такую же отношение, она все время с вами сухо общается, то, соответственно, что здесь, к чему претензии-то предъявили, да, а если человек обычно общался с вами более активно, а сейчас нет, то значит что-то произошло. При исключении вашей вины в том, что случилось, при точной, полной уверенности, что вы не виноваты в произошедшем, да, можно говорить о том, что у нее что-то случилось. Соответственно, вам нужно немножко подождать, пока ее не трогать, потом еще раз написать просто что-нибудь, пример, и попробовать поговорить. Если она будет так же холодно с вами общаться, то, скорее всего, ну, не заинтересована она в общении с вами. Может быть, ожидала более активного вашего поведения, может быть, что-то еще, но директор она не заинтересована в общении с вами. И тогда общаться с ней не стоит, по крайней мере, виртуально. Может быть, имеет смысл встретиться лично и поговорить глаз на глаз, чтобы понять, как обстоят дела, но виртуальное общение вам не даст, по сути, ничего. В другом случае. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Посмотрите на это видео. Посмотрите на мой рост и в компотах. Подписывайтесь на мой рост и на мой рост. Подписывайтесь на мой рост. Уважаем, если вам помочь, тогда помогите голову.